Друзья, еще раз всех приветствую. Меня зовут Влад Поляков. Я сегодня буду спикером данного вебинара. И о чем сегодня пойдет речь? Я, друзья, расскажу, как с помощью нашего обучающего курса вы сможете получить знания, навыки, квалификацию и компетенцию в одной из самых востребованных IT-сфер на рынке и выйти на доход в 150-200 тысяч рублей в месяц без навыков программирования и без каких-либо базовых знаний в изучаемой теме, что довольно приятно. Кроме того, помогу определить, подходит ли этот курс именно вам. Также покажу, как будет смотреться ваше резюме уже после обучения на нашем курсе, что вы туда сможете вписать, как вы себя сможете рекламировать, позиционировать. И это, в принципе, очень важные аспекты данного действия. Ну и в целом мы все вместе погрузимся в мир сетевых технологий, где поговорим об оборудовании, протоколах и механизмах, из которых состоят локальные вычислительные сети современных предприятий. Но прежде всего еще один момент по организации. Друзья, я предлагаю все возможные вопросы, которые наверняка по ходу мероприятия будут возникать, я буду записать себе, чтобы вы их не забыли, и задать на специальном участке времени, которое будет в завершении нашего вебинара. Будет отдельное время выделено, чтобы вы смогли задать все необходимое, все волнующее, и мы для вас смогли ответить. А пока что, чтобы мы не прерывались в процессе, да, не отвлекались на отдельные вопросы, на уточнения, и вся информация была подана четко и систематизирована. Ну и, в принципе, мы вводную часть сделали, да, объяснились, познакомились, поздоровались, а теперь будем говорить, собственно, про сами IT-профессии. Почему вообще стоит на этот сегмент обратить свое внимание? Почему это актуально? Почему стоит говорить об этом, в принципе? И довольно известный многим из нас портал по поиску работы, Headhunter, да, наш родной и близкий, который помогает нам находить фрилансы, провел опрос и выяснил, что IT-сфера сейчас самая привлекательная на российском рынке труда. Причем работники других сфер были бы не против, скажем так, пересесть в IT-сегмент. Там, по данным Headhunter, хотел бы работать каждый пятый российский соискатель. Что интересно, это даже больше, чем в добывающем или нефтегазовых секторах. И на то есть свои причины, о которых мы сейчас и поговорим. Ну, первая причина, довольно известная, думаю, многим, это, конечно же, высокие зарплаты. На том же Headhunter можно часто увидеть объявления, мол, там требуется IT-специалист, зарплата от 100 тысяч рублей. Звучит уже сама по себе просто как вакансия мечты. Но для IT-шника это такое рядовое предложение о работе с обычной для IT-сегмента зарплатой. Я даже помню, была еще шутка в женском стендапе, мол, выходит девушка и начинает разгонять тему про IT-шников, да, говорит, мол, сейчас на улице смотришь, вот парень в цветном свитере. Ну, девочки, походу, надо хватать, потому что вдруг IT-шник. И действительно, да, зарплаты в IT-сфере – это очень приятный момент, но не единственный. Причина номер два, друзья, это возможности для роста. Опять же, согласно опросу, наиболее важным плюсом в IT-отрасли люди считают как раз-таки именно перспективность. И в этом вебинаре я как раз-таки расскажу об инструменте для такого роста. И причина под номером три – это условия труда. Ну, очевидно, да, работа в IT-сфере – это не работа в шахте, это совсем разные вещи. Здесь речь идет о комфортабельных офисах со всеми удобствами. Насколько я знаю, даже в таких офисах бывают отдельные комнаты для отдыха, где можно там в PlayStation порубиться с товарищами на обеде, где можно в настольный теннис поиграть. Но это уже зависит от отдельных офисов. Тем не менее, да, это работа под кондиционером в любое время дня и ночи. Это очень комфортно. И, кроме того, насчет дня и ночи я, конечно, это утрирую, потому что сотрудников таких компаний ожидает нормированный рабочий график. Тяжести таскать никаких не нужно, перенапрягаться особо тоже не нужно, что все очень радует в целом. И если так, в принципе, посмотреть на IT-сферу, это хороший выбор для человека, который сейчас, скажем так, решил пересмотреть свою жизнь, да, и пойти в другом русле, сделать ее как можно лучше в довольно краткие сроки. Ну, а теперь поговорим про саму IT-сферу, друзья. Она делится на два очень больших направления. Это программисты и системные администраторы. Программисты, они пишут код и создают программы. Системные администраторы, наоборот, они не пишут код. Они занимаются созданием и поддержкой IT-инфраструктуры. Например, они строят и поддерживают локально-вычислительные сети, обеспечивают связь между филиалами предприятия, настраивают и поддерживают серверы, поддерживают работу офисной телефонии, обеспечивают работоспособность компьютеров, предприятия, за которыми трудятся сотрудники. Ну, а саму должность системного администратора можно еще разделить на несколько подвидов. Да, это администратор баз данных, инженер технической поддержки, сетевой инженер. Дальше у нас администратор серверов и младший системный администратор, он же AnyK. И главное отличие, как мы уже говорили, заключается в том, что программисты работают с кодом, а сисадмины не работают. Правда, в любом правиле есть свои исключения. Например, все-таки администратор баз данных код знать должен. Но, тем не менее, программирование и системное администрирование это два совершенно разных направления. И все же, почему, да, вот среди разных направлений системного администрирования стоит обратить свое внимание именно на сетевой инжиниринг, то есть, да, на построение, управление, защиту, модернизация локально-вычислительных сетей. Ну, не секрет, что все, друзья, абсолютно все компании используют локально-вычислительные сети, да, для организации своих бизнес-процессов внутри компании. И когда одному сотруднику нужно передать другому сотруднику свой текстовый документ, для этого используется локальная сеть. Или когда бухгалтеру нужно открыть на своем компьютере базу данных 1С, опять же, используется локальная сеть, так как база данных находится не на компьютере бухгалтера, а на сервере. Или, допустим, когда секретарю нужно отправить на печать в сетевой принтер, да, свои данные, опять же, возникает нужда в локальной сети. Или, например, когда сотрудник одного отдела хочет позвонить сотруднику другого отдела, то тут уже на сцену выходит IP-телефония, которая, опять же, работает поверх локальной сети. Ну, а если, как вариант, да, сотрудник работает удаленно, то он посредством VPN из своего дома подключается ко все той же локальной сети и получает доступ ко внутренним ресурсам своей компании. И таким образом все компьютеры, все принтеры, IP-телефоны и серверы внутри любой компании объединяются с помощью проводов или Wi-Fi в единую локальную сеть, благодаря чему и происходит коммуникация друг с другом. И всевозможные бизнес-процессы современной организации, они очень сильно зависят от стабильной и быстрой работы локальной вычислительной сети. Если нет возможности, да, передать данные с одного компьютера на другой или обратиться за помощью к серверу, к его данным, ну, то о каких бизнес-процессах мы вообще можем говорить? Именно поэтому, друзья, сетевые инженеры очень ценятся на рынке труда. Именно поэтому я предлагаю вам обратить внимание на данную профессию. Ну, а теперь давайте поподробнее поговорим о самом курсе. В данном вебинаре речь пойдет о нашем самом, ну, грандиозном обучающем курсе, который носит название «Сетевой инженер». Это многомодульный глобальный проект. Мы подготовили более тысячи IT-специалистов, которые в настоящий момент занимают должность сетевой администратор локально-вычислительных сетей. И, кстати говоря, чуть позже я покажу видеоотзывы наших студентов. Ну, и, собственно говоря, друзья, что вы получаете после прохождения курса? Как и все наши студенты, вы получаете квалификацию сетевой администратор локально-вычислительных сетей и, что приятно, да, возможность трудоустройства в крупной IT-компании. И по поводу квалификации, друзья, это не просто красивые слова, ведь ваша квалификация будет подтверждена юридически. Вы получите диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. Вам также будет доступно и удостоверение о повышении квалификации. Ну, и, само собой, вы получите знания, навыки, умения и компетенции для построения, управления, администрирования и защиты территориально распределенных локально-вычислительных сетей крупных компаний. А если говоря простым языком, значит, получите очень востребованную IT-профессию. Теперь давайте поподробнее о том, подойдет ли данный курс именно вам. Я сейчас, друзья, предлагаю всем более плотно поучаствовать в нашем вебинаре и сейчас в чате Ютуба написать о том, какую должность вы занимаете, чем занимаетесь на данный момент. Да, возможно, вы только закончили институт и в поиске работы. Возможно, вы уже работаете младшим системным администратором и желаете просто углубиться в эту сферу. А возможно, вы ранее вообще никак не были связаны с IT-сферой. Я предлагаю всем нам узнать друг о друге побольше, да, и также узнать, какие есть запросы внутри вебинара. Но я пока что жду и готовлюсь читать, что же, что же, с чем вы со мной поделитесь. Потому что это все довольно любопытно. Вот, ага, все, вижу, появились. Так, V.I.S.P.N.E.K. Так, инженер. Начинающийся с админ в больнице. Вот, Олег тоже мне 55 лет, хочу в сетевые инженеры. Вот, то, о чем говорит, что человек хочет, да, кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. Так, 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 в принципе, как будто бы, да, комментарии. А вот, все, еще полетели. Инженер-проектировщик по IT-системам. Совмещаю все из этого списка, но больше ITP и SysAdmin. Networking System Administrator. Работаю на нефтяном месторождении. Инженером связи второй категории. Ого, круто! Как у нас все-таки, да, с разных сторон мы подошли к нашему вебинару. В общем, да, друзья, у нас, конечно, очень большой запрос. Очень разный проектировщик, пишет Александр, систем передачи данных. Да, это все довольно любопытно, друзья. Спасибо вам большое, что поделились. Вообще, довольно приятно, что в основу этого курса заложена идеология именно обучения с нуля. Это означает, что любой человек может начать обучение по этому курсу, не имея при этом никаких базовых знаний в данной теме. А после обучения получить необходимые знания и навыки уже для работы и заработка. Навыки программирования также не требуются, как мы уже говорили, да, ведь мы говорим именно о сетевом администрировании. Сетевые администраторы с кодом не работают, что особенно радует. Ну, а теперь поподробнее, да. Для кого этот курс? Возможно, вы занимаетесь ремонтом и сборкой компьютеров. Да, вы меняете комплектующие, производите там апгрейды, устанавливаете операционные системы, драйвер-паки. Но при этом понимаете, что хочется чего-то большего, да. Что там где-то есть целый мир вот неподалеку сетевого оборудования, серверов, гипервизеров. И хочется куда-то расти. И, друзья, в течение этого вебинара я готов показать то самое направление роста. Возможно, другой вариант, да. Вы инженер технической поддержки. Вы уже некоторое время работаете в хелп-деск и закрываете заявки пользователей. И вы уже чувствуете, что, знаете, как-то вот это все изрядно поднадоело в виде этих однотипных заявок. И вам хочется двигаться дальше. Вы чувствуете, что вы из этого выросли. Или, возможно, как у нас были варианты, да, что вот человек работает на позиции Никея. Ну и работая в такой, да, в организации на позиции Никея, вы меняете картриджи в принтерах, да, устанавливаете операционные системы, настраиваете общий доступ к папкам, помогаете, бывает, пользователям найти нужный ярлык на рабочем столе. Да, бывает и такое. Пользователи компьютеров бывают разные. Сбрасываете забытые пароли, чем тоже грешат иногда обычные юзеры. И как бы младший системный администратор, он знает все, но по чуть-чуть, выполняя работу средней сложности. А вот наш учебный центр предлагает вам уйти от этой, да, всей этой деятельности, замены картриджей и в конкретную, высоко квалифицированную сферу системного администрирования, а именно в сетевой инжиниринг. Вы получите все необходимое для управления сетевой инфраструктурой предприятия, а именно сможете строить и модернизировать локально вычислительные сети, работать с активным сетевым оборудованием, да, с маршрутизаторами и коммутаторами, создавать VPN-соединения между головным офисом и филиалами, управлять сетевой безопасностью. И такая должность оплачивается гораздо выше, чем должность младшего системного администратора. А при этом, что, возможно, для некоторых будет приятно, работать напрямую с пользователями вам больше не придется. Например, да, как это бывает там у сотрудницы от блока питания компьютера, отошел шнур и теперь от атак больше компьютер не включается, помогите, спасите. Все, это больше не головная ваша боль, это больше не ваша проблема. Теперь вы будете заниматься гораздо более интересными задачами, работать со всеми самыми актуальными, передовыми и крутыми IT-технологиями. Ну и логично, что когда ваш уровень профессионализма становится выше, то и зарплата повышается. Итак, друзья, мы уже поговорили об актуальности курса для тех, кто так или иначе связан с IT-сферой, да, как-то уже знаком и желает повысить свою квалификацию и уйти там в какое-то конкретное на высокооплачиваемое направление. А что насчет тех, кто никогда ранее не работал в сфере IT? Как я понял, среди комментариев у нас есть и люди, которые тоже хотят, скажем, подключиться к IT-сфере и найти свой путь в этом направлении. Вот вообще, если вы с нуля хотите попробовать себя в сфере IT, то как раз таки профессия сетевой инженер – это шикарный вариант, наилучший. Потому что попасть в сетевое администрирование гораздо легче, чем попасть в программирование. Для программирования нужен математический склад ума, а вот для сетевого администрирования такой склад ума не нужен. Для изучения курса вам понадобится только, ну, базовый навык владения ПК, а уже после обучения вы сможете начать карьеру в IT с должности младшего сетевого инженера. По сути, новая высокооплачиваемая профессия, которая может стать вашим призванием в дальнейшем. Друзья, ранее я упоминал про резюме, да, и как оно будет смотреться после прохождения обучения. И вот, собственно говоря, показываю примерный вариант, да. Среди у нас позиции есть образование, диплом о профессиональной преподготовке по направлению сетевой администратор локальных вычислительных сетей. Чуть ниже у нас опыт работы, да, проект территориально распределенной корпоративной сети предприятия, что звучит, конечно, очень круто. И в ходе курса мы как раз таки будем строить проект большой распределенной корпоративной сети с филиалами. Ну, а позже я об этом расскажу поподробнее. Также прошу обратить ваше внимание на список ключевых навыков. Мы намерены действительно научить вас работать с активным сетевым оборудованием, строить, модернизировать, защищать и управлять локально вычислительными сетями. Пока что я предлагаю нам всем взять небольшой перерыв и посмотреть на ключевые навыки, я даю время ознакомиться, почитать, чем можно будет в дальнейшем бравировать, хвастаться, показывать. Потому что, как, ну, на мой взгляд, это все, конечно, смотрится довольно круто, особенно для работодателя, который ищет специалистов в будущем. Так, пока что мы ознакомляемся. Я перепроверяю YouTube, все ли у нас хорошо работает. Я думаю, что, в принципе, как минимум, да, пробежаться глазами уже многие успели. Особенно я, насколько помню, у нас по комментариям о нынешней деятельности очень многие так или иначе связаны с IT. Думаю, что многие увидели знакомые выражения, что хорошо и приятно. Ну, а пока что пойдем дальше, да, будем экономить время, не затягивать, как мы и обещали, чтобы вебинар был довольно краткий по времени и информативный. Ну и, друзья, после обучения вы получите не только огромный набор знаний и навыков в области сетевого администрирования, но и документы, подтверждающие вашу квалификацию. Мы выдаем юридически значимые документы государственного образца. Это диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Диплом и удостоверение являются значимыми документами о квалификации, а их номера вносятся в государственную базу ФРДО. Это означает, что ваш работодатель сможет проверить легитимность вашего диплома или удостоверения по базе федерального рееста дополнительного профессионального образования Российской Федерации, просто введя его номер. Такие документы являются официальным юридически закрепленным расширением для ваших основных дипломов колледжей и вузов. К ним просто добавляется дополнительная профессия сетевой администратор локально-вычислительных сетей. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что диплом и удостоверение – это весомый аргумент, чтобы взять вас на работу или дать вам повышение. И все документы выдаются на законных основаниях, ведь мы, друзья, действуем на основании государственной образовательной лицензии. Что еще важно? Диплом и удостоверение имеют юридическую силу не только для граждан РФ, но и для граждан многих стран ближнего зарубежья. Еще один немаловажный момент – возможность получить документ о квалификации могут те, у кого уже есть начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее образование. То есть у вас должен быть или диплом ПТУ, ПТЛ, или диплом колледжа, техникума, или диплом вуза. Тут, кстати, неважно, бакалавр или магистр. Почему так, друзья? Ну, эти положения закреплены в законе об образовании в Российской Федерации. Сам же тип документа, диплом или удостоверение вы выбираете уже после прохождения обучения. Наши специалисты помогут вам определиться с выбором, и для этого достаточно просто будет позвонить по номеру, предоставленному на сайте, или обратиться в наш онлайн-чат. Отмечу, что если ваша профессия уже связана с IT, вы можете получить как диплом, так и удостоверение. Если ваша профессия с IT не связана, вы можете получить только диплом о профессиональной преподготовке. Ну, или если такой вариант, да, если у вас нет требуемого уровня образования, то мы можем вам выдать сертификат о прохождении обучения, что тоже довольно значимая вещь. Итак, друзья, что мы уже выяснили. После прохождения обучения у вас будет подтвержденный дипломом знание и отличное, шикарное, красивое резюме. И с этими знаниями вы сможете, если всем этим набором, отправиться на поиски вакансий. Да, и как видите, уже на слайде есть много разных вакансий по сетевому инженеру с очень приятными зарплатами. Это, если не ошибаюсь, да, это HeadHunter, знакомое оформление. И с ними, друзья, со всеми своими данными вы можете уже претендовать на должное сетевого инженера или сетевого администратора. В настоящий момент по всей России предоставлено более полумиллиона вакансий по данной должности зарплатой от 100 до 250 тысяч рублей. В общем, одни плюсы, да, во всем этом деле, и как уже было упомянуто ранее, для этого не нужно уметь программировать. Ну, а мы же, друзья, идем дальше. Следующую часть вебинара я хочу посвятить именно технической составляющей. Рассказать и местами наглядно показать, что и конкретно из себя представляет наш курс, да, как будет проходить обучение, что вообще представляют из себя все эти предприятия и как с ними работать. Итак, друзья, прошу любить и жаловать. Перед вами локально-вычислительная сеть предприятия. Она состоит из конечных устройств, проводов и активного сетевого оборудования. Активным сетевым оборудованием являются два устройства синего цвета. Первая из них, прямоугольная, да, которая ближе ко всем устройствам, это свитч, он же коммутатор. Он связывает компьютеры, принтер и IP-телефон в единую сеть. Второе устройство круглой формы – это роутер, он же маршрутизатор его величества, да, который обеспечивает доступ в интернет для конечных устройств. Данная сеть рассчитана на 20 человек. С такими сетями работают начинающие системные администраторы в небольших компаниях и филиалах. Администрирование и обслуживание таких сетей не требует каких-то специальных навыков. А вот администрирование таких сетей требует глубочайшего понимания принципов работы сетевых технологий и протоколов. Перед вами здоровенная, крупная корпоративная сеть, рассчитанная на работу нескольких тысяч человек. Работа такой сети обеспечивается огромнейшим количеством протоколов, сетевых технологий и механизмов. Такая сеть состоит из четырех основных уровень. Уровень доступа Access, уровень распределения Distribution, уровень ядра Core и уровень выхода в интернет, граница локальной сети Enterprise Edge. И в этом курсе, друзья, мы начнем с построения вот такой простейшей сети поэтапно, шаг за шагом дойдем до построения огромной, сложной, многоуровневой иерархической сетевой модели, которая способна обеспечить бесперебойную работу большого количества пользователей. И, друзья, в первой части курса мы будем моделировать отдельные участки сети для глубокого изучения принципов работы той или иной сетевой технологии или протокола. Мы будем строить совсем простые схемы, изучать процессы, происходящие при передаче данных. Будем строить схемы и посложнее, и учиться писать статические маршруты. Будем строить сложные схемы, изучать протоколы динамической маршрутизации. Будем реализовывать отдельные проекты для изучения НАТ, для изучения технологий защиты канального уровня и использовать разные лабораторные среды. Начнем мы с самой простейшей сети и объединим два компьютера в сеть при помощи свеча. Но мы не просто их объединим, а начнем детально разбирать процессы, происходящие при передаче данных. Детально рассмотрим структуру кадра, разберем адресацию на канальном уровне, посмотрим, как коммутатор использует CAM и T-CAM таблицы при принятии решений о передаче кадра. Затем постепенно мы перейдем к маршрутизации. Узнаем об отличиях маршрутизации от коммутации. Изучим модель ОСА и структуру IP пакета. Научимся писать статические маршруты и использовать протоколы динамической маршрутизации, такие как OSPF и EIGRP, BGP. В общем, друзья, много всего у нас будет интересного. Но отдельные сетевые технологии – это никак не связанные между собой кусочки пазла. Поэтому во второй части курса мы объединим все полученные знания в одну большую корпоративную сеть и соберем все кусочки пазла в единое целое. Это позволит вам понять принципы взаимодействия десятка сетевых протоколов между собой в рамках единой локально-вычислительной сети предприятия. Обучение сетевым технологиям будет происходить посредством построения большой корпоративной сети в лабораторном проекте. Мы будем строить и администрировать сеть так, как вы это будете делать в рамках реального проекта внутри предприятия. И к этой смоделированной виртуальной среде сети мы будем подключать настоящие серверы, такие как Windows Server, сервер инфраструктуры открытого ключа PKI для управления X509 сертификатами. Будем подключать Radius Server для аутентификации и авторизации пользователей. Будем подключать рабочие станции на базе Windows, подключать удаленные филиалы с использованием сайту-сайт VPN технологий, такие как еще Static & Dynamic VTI, DMVPN. Подключать удаленных сотрудников с использованием Remote Access технологий, таких как EasyVPN и SSL VPN. Кроме того, еще SSL VPN мы будем рассматривать в режимах SVC Clientless и FinClient. Будем защищать трафик пользователей с помощью группы протоколов IPSEX с использованием Dynamic CryptoMap. Обеспечивать защиту от внутренних угроз с помощью технологии IP Source Guard, Dynamic IRP Inspection, Storm Control, DHTCP Snooping, BPDU Guard, Access List. Будем подключать DHTCP сервер и настраивать пул адресов, конфигурировать NAT Overload и обеспечивать отказоустойчивое подключение к провайдеру с резервированием каналов, связи и многое-многое другое. Постепенно, друзья, мы все глубже и глубже будем погружаться в мир сетевых технологий для того, чтобы научиться работать с активным сетевым оборудованием, строить, защищать, администрировать и поддерживать работу корпоративных сетей крупных компаний. Так, ну а пока что мы движемся дальше. И, друзья, когда я говорил, что у нас глобальный, грандиозный проект, это не было, скажем так, пустыми словами. Содержание у нас очень внушительное, так как наша задача является действительно научить вас работать с сетями. Наша задача является сделать из вас по-настоящему востребованного специалиста для любой современной организации. Именно поэтому содержание курса состоит из 142 страниц. И, кстати, с подробным содержанием вы можете знакомиться на нашем сайте. Ну и вместе, друзья, с сетевым курсом «Сетевые технологии» идет еще несколько приятных бонусов. Активное сетевое оборудование настраивается преимущественно с помощью CIL-AI, интерфейса командной строки. И в комплекте прилагается PDF-книга, в которую включены все команды, изучаемые в курсе. Команды разделены по темам и оформлены в виде таблиц с развернутым описанием каждой команды. Нет необходимости списывать команды с экрана. Вы можете просто копировать и вставлять команды в консоль коммутатора, маршрутизатора, IPS или ASA. Книга также позволяет быстро вспомнить ту или иную тему. Допустим, вам нужно настроить протокол динамической маршрутизации. Вам нет необходимости искать эту информацию в курсе. Вам просто нужно открыть книгу и быстро вспомнить синтаксис тех или иных команд. В комплект курса также включено все необходимое программное обеспечение, которое используется в процессе обучения, будь то лабораторные среды, программы мониторинга, клиенты протоколов удаленного доступа, VPN и клиенты и многое-многое другое. Ну а теперь, друзья, поговорим о том, как будет проходить то самое обучение. В то время как качественные очные курсы недоступны для жителей небольших городов, и стоит очень-очень-очень дорого, а формат обучения в виде онлайн-семинаров не может предложить ничего, кроме слайдов по теории, мы выбрали, как нам кажется, наилучший из возможных вариантов. Формат записанных заранее видео с обратной связью и технической поддержкой. После оплаты на ваш e-mail будут отправлены данные для доступа в учебный кабинет системы дистанционного обучения, SDO, где вы будете осуществлять онлайн-просмотр заранее записанных уроков. Каждый урок включает в себя как теоретическую, так и практическую части. Вы усваиваете лекционный материал и выполняете практические лабораторные работы по проектированию локально-вычислительных сетей. Вы строите отдельные участки сети, а также очень большую массивную корпоративную сеть вместе с лектором. Лабораторные работы выполняются в программе, которая устанавливается на ваш компьютер. Такая программа называется платформой сетевой виртуализации, сетевым эмулятором. Такие программы поставляются в комплекте с курсом. Эти программы-эмуляторы запускают образы реально существующих коммутаторов и маршрутизаторов на вашем компьютере. Упрощенно говоря, берется реально существующая программная оболочка роутера или коммутатора и запускается на аппаратных мощностях вашего персонального компьютера. Поэтому обучение будет осуществляться на реальном оборудовании, на реальных роутерах и коммутаторах. Разве что в качестве физического аппаратного шасси выступают не отдельные специализированные устройства, а ваш персональный компьютер. И в общем продолжительность курса составляет 250 учебных часов. Эта цифра включает в себя не только длительность видеоматериала, но и время, затраченное вами на выполнение лабораторных работ. Обучение займет у вас 4 месяца. Однако многое будет зависеть именно от интенсивности вашего обучения. Заниматься вы можете обучением в любое удобное для вас время. Ведь вы получаете доступ к курсу на неограниченное время и сможете вернуться к нему даже спустя очень-очень много лет. Также, друзья, хочу обратить ваше внимание, что вы будете не просто смотреть видео и выполнять лабораторные работы. Для вас действует и еще обратная связь, а именно ответы на вопросы и анализ ваших лабораторных работ. В нашей системе дистанционного обучения присутствует раздел «Комментарии». Если вы при просмотре курса какие-то моменты не поняли, да, или какие-то уточнения у вас появились, вы можете обратиться с вашим вопросом. И мы объясним еще раз, что нужно делать только другими словами. Срок предоставления ответа составляет один рабочий день, что довольно быстро. Однако, ответы на ваши вопросы – это лишь один из вариантов обратной связи. Ранее я говорил, что лабораторные работы вы будете выполнять в программах-эмуляторах. И лабораторную работу можно сохранить у себя, да, в отдельный файл и переслать нам. И мы у себя откроем точную копию вашей лабораторной работы и проведем ее анализ. Представим, что вы, да, по нашим рекомендациям, по заданиям, делали последовательно, выполняли всю лабораторную работу согласно инструкциям. Однако, вот по тем или иным причинам, построенный вами участок сети не работает. Вы можете прислать нам проект лабораторной работы, да, мы разберемся, в чем находилась ошибка, в чем заключалась. И в некоторых случаях, друзья, мы даже не просто отвечаем текстом, а записываем видеоответ. То есть создаем специальный мини-урок лично для вас, где разбираем допущенную ошибку и конкретно показываем, как ее можно исправить. Итак, наша техническая поддержка отвечает на ваши вопросы как по теоретической, так и по практической части, а также осуществляет разбор ваших лабораторных работ. Кроме такого взаимодействия, у нас еще есть удаленная поддержка по TeamViewer или AnyDesk. Однако, в то время как доступ к самому курсу вы получаете на неограниченное время, обратная связь, ответы на вопросы и техническая поддержка действуют в течение одного года с момента обучения, с момента приобретения курса. Это важно помнить. Ну а теперь, друзья, отмечу, что помимо всех приятных плюшек, которые были озвучены ранее, хочется выделить ключевые преимущества курса сетевые технологии. И преимущество первое – это изучение сетевых технологий через построение большой корпоративной сети. Мы единственные на рынке, кто предлагает обучение сетевым технологиям через построение крупной корпоративной сети, которая бы эмулировала процессы, происходящие в реальной сети на предприятии. Отдельные сетевые технологии – это никак не связанные друг с другом кусочки пазла. Наш подход заключается в том, чтобы объединить все изучаемые в рамках курса сетевые технологии в одном проекте большой корпоративной сети. Это позволяет обучающемуся собственноручно построить сеть и собрать все кусочки пазла в единое целое и понять, как десятки сетевых протоколов взаимодействуют между собой. По сути, ученик строит и администрирует сеть вместе с лектором так, как это ему предстоит делать на реальном предприятии. Мы будем не просто рассматривать отдельные технологии и их протоколы, а будем их привязывать и адаптировать к задачам, которые свойственны реальным предприятиям. Преимущество второе – практическая ориентация. Наш курс полностью ориентирован на практическую работу. Можно сказать, что весь курс – это практика. Да, безусловно, теория просто необходима, но в нашем курсе теория подается в процессе построения той или иной схемы сети. Возьмем, например, тему построения защищенных VPN-соединений на базе группы протоколов IPsec. Мы могли бы перед началом практической работы дать огромное количество слайдов, перегруженной информации, которые бы рассказали обо всех процессах, происходящих на каждой фазе IPsec, рассказали бы про security associations, рассказали бы про main mode и aggressive mode, про алгоритмы отмена ключами, хеширование, шифрование. Но поскольку обучающийся еще не проводил практическую работу по этой тематике, он никак не может сопоставить эту теорию с процессами, происходящими в реальной сети. И мы же зачастую будем сначала проектировать схему, смотреть, как она работает в действии, а потом уже детально, шаг за шагом, разбирать происходящие в ней процессы. Ну и третье преимущество, да, профессиональная подача материала, друзья. Я уверен, что многие из вас уже проходили обучение по тем или иным тематикам IT-сферы, да, в других центрах или, в принципе, не только IT-сферы, но и других тематик. Я уверен, что вы согласитесь, что очень часто подача материала, ну, она оставляет желать лучшего. Лектор постоянно останавливается, формулируя в голове какую-то мысль, да, чтобы там следующее предложение получилось красивое, запоминается, использует слова пороздитые, ну, типа, ну, мол, ну, такой вот вариант как-то еще, чтобы связать эти слова и построить предложение и уменьшить паузы. А в некоторых случаях повествование такое, что просто хочется лечь и поспать, и хорошо выспаться получится причем. Но, друзья, у нас другой подход, ведь курс, как теоретическая, так и практическая части, озвучены по заранее подготовленному тексту. Это означает, что в процессе вы не услышите там необоснованных пауз, неуместных повторов и слов-паразитов. При этом на протяжении всего нашего курса сохраняется ритмичное, динамичное и бодрое повествование. Я предлагаю сейчас вам в этом самостоятельно убедиться, посмотрев несколько минут из урока, который уходит в состав курса. Итак. Начнем мы с того, что спроектируем самую простую сеть и объединим два компьютера в сеть. Посмотрим, как работает программа и в дальнейшем уже будем изучать саму сеть. Первым делом перейдем сюда и выберем рабочую станцию, компьютер-пользователя. Сделаем два компьютера-пользователя, переведем к свитчам и установим 24-портовый свитч 2950 серии. Дальше нажмем на значок молнии, выберем автоматическую линию связи и соединим два компьютера в сеть. Итак, наша задача выполнена. Мы соединили два компьютера в сеть. Теперь нам нужно их настроить. Два раза нажмем на компьютер и мы перешли в окно конфигурирования вот этого вот компьютера. Здесь можно. Компьютер установит разные модули и сетевые платы. Видите? Пакет был направлен не сюда, только сюда. Потому что он уже выучил MAC-адрес вот этого компьютера. Давайте теперь посмотрим MAC-таблицу, которую нам создал вот этот вот свитч. Дело в том, что свитч у нас с вами управляемый, и поэтому мы с вами можем зайти на его интерфейс и посмотреть вот эту вот MAC-таблицу. Нажимаем на свитч, и у нас здесь вот есть режим CLEI. То есть командная строка. Этот режим является эмуляцией подключения к терминалу. Вот это окно, то что мы видим, это все равно, что мы подключились бы консольным кабелем к специальному порту свитча. То есть с помощью этого терминала можно подключиться к устройству и управлять им с помощью команд. Работает оно как? На самом деле вот этот роутер, он же ведь не видит, какие коннекты сетки и какие интерфейсы в другом регионе. Не видит, не знает, как устроена сеть. Зато знает о том, как устроена сеть этот АБР роутер. Нет, АБР роутер, вот роутеру говорит. Ты знаешь, с какой метрикой добраться до меня, до АБРа? Он говорит, ну знаю. До тебя метрика будет равна 2. АБР подтверждает, что да, для него она будет равна 2. Я уже просчитал, как добраться до сети 3.0. До нее метрика будет также раз-два. Так что возьми ту метрику, которую ты посчитал до меня, и прибавь ту метрику, которую посчитал я. Поскольку ты не видишь, как устроен другой регион, и этот роутер берет и прибавляет метрику до АБРа, плюс то число, которое ему прислал АБР. И получается метрика. Давайте снова. На рисунке представлен один и тот же IP-адрес 172.16.55.87. В первом случае этот IP-адрес у нас по 24-й маске, а во втором случае он у нас с вами по 16-й маске. Как видно, аксесс-коммутатор, который обслуживает конечных пользователей, сам по себе подключается сразу к двум дистрибьюшн-свечам. Это сделано для отказоустойчивости. Если, например, вот этот вот дистрибьюшн-коммутатор загорит, и останется только вот этот, то пользователи не потеряют связь с роутером, ну и, соответственно, с интернетом. Для того, чтобы организовать такую отказоустойчивую схему, используются дополнительные лишние линии связи. То есть здесь есть некая избыточность. Какой же дизайн в таком случае является верным? Самым правильным дизайном является дизайн, при котором оба дистрибьюшн-блока будут построены согласно модели маршетизации на Аксесс. В этом случае вся сеть будет маршетизируемой, и размер широковещательного домена будет минимальным. Если же вам требуется обеспечить L2-связность между двумя ВИЛАНами, находящимися на разных Аксесс-коммутаторах, то допускается строить блоки по модели маршетизации на дистрибьюшн, а вот связывать дистрибьюшн-блоки между собой рационально только по маршетизируемым связям. Именно так в настоящий момент построена наша большая корпоративная сеть. Раздел «Другие сетевые технологии». Резервные копирования по расписанию. Существует два способа реализации механизма автоматического резервного копирования конфигураций. Первый способ — это использование планировщика CRON — Command Scheduler. Второй способ — это использование встроенной функции архивирования, которые являются наиболее предпочтительным, поскольку второй способ позволит сбрасывать конфигурационные файлы на сервер не только по расписанию, но и каждый раз при сохранении конфигураций. Первые девять сообщений — это служебные IPSEC-сообщения для установки соединения, после которых идут зашифрованные пользовательские данные. В транспортном режиме последовательность заголовков начинается с Ethernet. Затем сразу оригинальный IP-заголовок. Затем ESP. Затем зашифрованный ICMP с данными. Внешний IP-заголовок не создается. Посмотрим, что произойдет в случае атаки, называемый «человек посередине». Это тот самый человек, который перехватывает пакет и производит его изменения, нарушая целостность. Роутер A считает хэш от содержимого заголовков. Плюс ключа. Записывает хэш в поле ESP Authentication и отправляет на роутер B. По пути пакет перехватывает злоумышленник, который сначала расшифровывает вложение в ESP, так как оно зашифровано, а затем меняет содержимое пакета. После этого злоумышленник пересчитывает хэш от содержимого заголовков, но уже без ключа, поскольку ключ ему неизвестен. Рассчитанное значение хэша он также записывает в поле ESP Authentication. Когда измененный пакет приходит на роутер B, роутер считает хэш от содержимого полей плюс ключа, так как ключ ему известен. Полученный в результате хэш не совпадает с хэшем, который злоумышленник написал в поле ESP Authentication, так как злоумышленник его посчитал без учета ключа, а роутер с учетом ключа. Поскольку хэш не совпадает, такой пакет будет отброшен. Конфигурацию начнем с настройки группы протоколов IPsec. Открываю консоль от же роутера первого и приступаю к настройке. Создаю политику первой фазы. Crypto ISACAMP Policy 10. Давайте вспомним, какие алгоритмы рекомендуется выбрать для использования в рамках реального предприятия. А вот с переносом настройки туннельного интерфейса для DMVPN возникают сложности. Отличается адрес источника туннеля. Для нового роутера интерфейсом-источником туннеля будет Gigabit Ethernet 03. Именно по этой причине и не удалось бы с FTP сервера загрузить Running Config старого роутера и применить его к новому роутеру. В небольших сетях следить за доступом и безопасностью не составляет большого труда. Однако в территориально распределенных сетях корпоративного уровня следить за тем, кто и к чему имеет доступ, становится крайне затруднительно. На помощь приходит внешний AAA сервер. Устройство, позволяющее контролировать доступ к ресурсам сети и записывать производимые действия пользователей в едином месте. На следующем шаге требуется создать пользователей в Active Directory. Active Directory – это каталог или по-другому список пользователей, с которыми вплотную взаимодействует NPS. Клиенты, которым в дальнейшем будет разрешено подключение по VPN, создаются именно в Active Directory. А политики, которые определяют, какие именно сетевые привилегии будут доступны пользователям, создаются уже непосредственно в NPS. Помимо пользователей, Active Directory хранит списки компьютеров или других физических ресурсов. Открываем диспетчер серверов и переходим к пользователям и компьютерам Active Directory. Чтобы этот пункт в меню стал доступен, роль сервера должна быть возвышена до уровня контроллера домена. Мы делали это в первом модуле второй части. Выделяем лес и нажимаем на кнопку создания нового подразделения в текущем контейнере. Подразделение будет называться FlexVPN. Токены используются для электронного удостоверения личности, для получения доступа к интернет-банку или торговой площадке, для входа в операционную систему, для входа в домен по предъявлению токена, для подключения к терминальному серверу по предъявлению токена и, как в нашем случае, для подключения к VPN корпоративной сети. Теперь у обоих сторон есть один и тот же PreMasterSecret. Если вы не поняли, то поясню. Когда сервер отправлял клиенту свой открытый ключ, внутри сертификата сервер у себя оставил закрытый ключ этой ключевой пары. Если что-то зашифровано открытым ключом из конкретной ключевой пары, то это может быть расшифровано только закрытым ключом из этой же ключевой пары. Клиент зашифровал PreMasterSecret открытым ключом сервера, а сервер теперь расшифровал его обратно своим закрытым ключом. В этом сеансе работает роутер, а в этом сеансе доступен интерфейс линукса. После загрузки роутера даем команду top, которая покажет потребляемые ресурсы. Чем-то напоминает диспетчер задач в линуксе. В этой таблице отображается, что процесс Dynamips загружает процессор на 2,7-3%. Друзья, кроме того, я еще отмечу, что в флэере системы дистанционного обучения вы сможете выбирать скорость воспроизведения для тех, кто привык слушать быстрее. Потому что сегодня очень многие, мне кажется, в ютубе включают в себе скорость 1,5х, либо 2х, когда я смотрю интервью, либо обучающие ролики. Такое тоже у нас уже, мне кажется, прижилось. Ну и кроме качественной озвучки, не менее качественно выполнен еще и монтаж. Постоянные плавные переходы, подсвечивание и выделение особо важных моментов улучшают восприятие информации и повышают эффективность общего обучения. Однако я напоминаю, что это не просто видео, а видео с постоянной обратной связью. Кроме того, в процессе просмотра вы можете задать вопрос в комментариях к видео и получить ответ от наших специалистов и в тот же день причем. Или же прислать проект своей сети нам на анализ. Таким образом, друзья, вы получаете единую комплексную информацию. Начиная, знаете, с нулевых сетевых знаний до построения распределенной корпоративной сети. Мы создали курс для тех, кто слабо представляет себе, как работает сеть. Для тех, кто не понимает разницу между сетью и подсетью. Для тех, кто с трудом может прописать статический маршрут. И даже для тех, кто ранее вообще не работал в сфере IT. Но при этом хочет повысить свою квалификацию или обрести новую профессию. Вы не просто начнете разбираться в сетях. Вы не просто изучите сетевое оборудование. Вы возьмете гораздо большую планку. Вы научитесь администрировать корпоративные сети, досконально изучив при этом все самые передовые сетевые технологии. В курсе рассматривается построение сетей с использованием оборудования компании CISCO, мирового лидера в области сетевых технологий. Однако сетевые технологии и протоколы работают одинаково на сетевом оборудовании любого производителя. То есть вы без труда сможете использовать полученные знания для администрирования сетей не только на оборудовании CISCO, но и на оборудовании других вендоров, таких как Microtik, Juniper, HP, D-Link и другие. Разница будет заключаться только лишь в синтаксисе команд. А это значит, что по итогу вы сможете работать в рамках любой сетевой инфраструктуры. Ну и по правде говоря, сетевые технологии это не просто курс, это глобальный проект с комплексной информацией и исключительно практическим подходом, который готовит студентов к реальности, к реальной работе. У нас лучший курс по сетям в Рунете, аналогов которого просто нет. Это подтверждается многочисленными отзывами клиентов, с которыми я предлагаю вам прямо сейчас ознакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Намик, я специалист по IT и преподаватель из Азербайджана, Баку. На одном из участков своей работы я должен был настраивать сетевое оборудование компании CISCO. Общие представления о настройке этого оборудования у меня были, но были моменты, которые я недопонимал. У меня было два выбора. Первый – это обратиться к более опытным коллегам и попросить у них помощи. Второй – это подтянуть свои знания. Время позволяло, и я начал искать материалы. Поиск привели меня к курсу «Сетевой инженер» разработанной Академией ITDMS. Первый же модуль курса дал мне информацию, которые позволили мне изменить мои конспекты по IP для моей преподавательской деятельности. Далее материалы, которые я получил, изучая этот курс, позволили мне взглянуть на свою работу, на настройки сетевые совершенно по другим углам. И, наконец, этот курс мне был незаменим, когда я изучал основы кибербезопасности. Хороший курс. Он будет полезен, на мой взгляд, как новичкам, это 100%, и так и более продвинутым опытным специалистам. Новичкам особенно, потому что материалы, которые преподносятся в этом курсе, они актуальны для любого сетевого оборудования, любого производителя сетевого оборудования. Ну, а опытные специалисты, я думаю, увидят что-то уже свое, со своей точки зрения. Спасибо. Я желаю вам успехов, здоровья, новых материалов, и спасибо еще раз за курс. Успехов вам. Добрый день, меня зовут Петр, и это мой отзыв об обучении в Академии IT DMS на курсе сетевого инженера. Обучаюсь я уже фактически полгода, и подхожу, наверное, уже к завершению курса, осталось пару модулей. Немножко расскажу о курсе. На курсе вы узнаете всю базовую информацию, которая необходима сетевому инженеру, причем на достаточно глубоком уровне. И могу вам сказать, что мне есть чем сравнить до того, как попасть в Академию DMS. Я обучался в одной, так скажем, популярной онлайн-школе, и разница, конечно, ощутима, можно сказать, небо и земля. В чем же преимущество? Одно из первых и главных, наверное, преимуществ, что тут идут именно видеоуроки, то есть не онлайн-лекции, а видеоуроки. Казалось бы, это можно было бы назвать минусом, но на самом деле нет. На онлайн-уроке у вас преподаватель, наверное, 30% лекторного времени он выстраивает топологии, назначает IP-адреса, то есть все то, что вы и так уже знаете. И только после этого он переходит к основной теме лекции. Тут вы получаете уже, так скажем, сбалансированную и полную информацию. Во-вторых, видео, оно не ограничено по времени, в отличие от онлайн-занятия, которое длится 2 часа, да, и успели-не успели, оно в большинстве случаев заканчивается. Тут можно сравнить даже тему, например, тот же OSPF, где в популярных онлайн-школах ему посвящено 2 часа. Тут вы можете на YouTube посмотреть это 3,5-часовое видео, которое причем еще достаточно плотно скомпоновано, то есть идет именно только полезная информация. Второй момент. В Академии ITDMS вы научитесь именно строить настоящую корпоративную сеть, то есть у вас будет такая возможность. Вы построите главный офис, вы прокинете живой VPN до филиала, то есть вы все технологии увидите не просто по отдельности, а в рамках одной большой корпоративной сети. Поэтому курс я крайне рекомендую тем, кто захочет учиться на сетевого инженера и в дальнейшем работать. Милости прошу в Академию ITDMS. Мне, по крайней мере, очень понравилось. Всем привет. Хотелось бы оставить отзыв по курсу сетевой инженер Академии ITDMS. Что хотелось бы сказать. С ребятами знаком довольно давно. Что касается курса сетевой инженер, курс также сделан очень качественно. Я сейчас продолжаю обучение. Курс мне очень сильно зашел. Я планирую продолжать обучение, приобретать новые модули и так далее. То есть курс рассчитан как на новичков, так и уже на бывалых сетевых инженеров. Он раскрывает очень много моментов новых, которые вы, возможно, не знали, которые вам пригодятся и так далее. Поэтому я очень рекомендую. Приобретайте курс. Курс очень достойный. По соотношению цена-качество, я думаю, что это лучший курс в Рунете. Поэтому, ребятам, могу пожелать только удачи. Друзья, таким образом курс сетевой инженер позволит вам получить востребованную профессию сетевой администратора локально-вычислительных сетей, получить высокую компетенцию в такой IT-отрасли, как сетевое администрирование, получить диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации, ну и, наконец, устроиться в крупную IT-компанию и получать зарплату от 150 до 250 тысяч рублей, да и, в принципе, продвинуться по карьерной лестнице на текущем месте работы, а должности Никея или инженера технической поддержки перейти в конкретную высококвалифицированную сферу сетевого администрирования. А значит, как минимум, просто выйти на качественно иной уровень дохода и при этом иной уровень жизни. Ну что же, в принципе, да, основная часть, основной материал уже прозвучал, уже дошел до всех желающих его услышать и, в принципе, можно сказать, что вебинар подошел к своему концу. Как я обещал раньше, да, все ваши вопросы вы подготовили, да, записали для себя, оставили именно для этой части, где мы выделяем время на ваши вопросы и будем их, будем на них отвечать. Поэтому сейчас не стесняемся и задаем свои вопросы в чат, ну а пока что мы их ожидаем и будем на них отвечать по возможности. Так, уже ранее у нас спрашивал, да, вот Андрей Брук и Айси Верри спрашивали, построен ли курс на оборудование ЦИСКО. Да, друзья, мы об этом уже говорили раньше в ходе вебинара, я отвечал на этот вопрос, но повторю, что в курсе рассматривается построение сетей с использованием оборудования компании ЦИСКО. Да, это мировой лидер в области сетевых технологий. Однако сетевые технологии и протоколы работают одинаково над сетевым оборудованием любого производителя. И в связи с этим вы без труда сможете использовать полученные знания для администрирования сетей не только на оборудовании ЦИСКО, но и для оборудования других вендоров, да, таких как Microtec, Juniper, HP, D-Link и другие. Разница, опять же, уточню, будет заключаться только в синтаксисе команд. Вот такая история. Так, еще ждем вопросики. Не стесняемся, друзья. Есть ли у вас какие-то, да, моменты, уточнения? Все это, все это нужно прямо сейчас выложить, как есть, ничего не тая. Так, еще он спрашивает, а будет ли скидка на курс по Линуксу? В ближайшее время не ожидается. Так, вот Артем отдельно спрашивает. Будет ли какая-то скидка для людей, которые после приобретения одного курса захотят после его успешного прохождения купить второй курс? Для индивидуальных скидок, Артем, обращайтесь в онлайн-чат на сайте. Он находится в правом нижнем углу нашего сайта. Поэтому забегайте, милости просим, и ждем, ждем, ждем на других курсах, конечно же. Так, Дмитрий отдельно спрашивает. Говорит, слышал, что эта профессия сетевой инженер, да, ушла, уходит в прошлое. Правда ли это? Ну, на самом-то деле нет, потому что профессия сетевой инженер будет всегда актуальна. Да, и всегда есть сети, которые нужно строить, администрировать, защищать. И крупные компании без локальных сетей жить все-таки не смогут никак. Поэтому сетевые инженеры всегда будут в моде и востребованными. Так, еще вопросики, да. Еще Влад спрашивает, из-за санкций эта профессия не пострадала ли? Ну, не пострадала, потому что локальные вычислительные сети как были в предприятиях, так и остаются. Компании, они там что малые, что крупные, особой разницы не имеют. Они, как я уже говорил недавно, они не могут функционировать без локально-вычислительных сетей. Тут уже как ни крутить, и они никуда не денутся. Без сетевых инженеров им жизнь не мила. И большой бизнес без этого не построить. Так, Азамат спрашивает, Free Radius есть ли в курсе? Есть просто Radius на базе Windows Server, друзья. И служба Radius в Windows Server называется NPS, если быть точным. Так, Артем спрашивает нас еще отдельно. Насколько ваши дипломы и удостоверения котируются у работодателей? Насколько это весомый плюс? Насколько легко или нет будет найти работу после получения диплома и или удостоверения? Ну, я скажу, что у нас дипломы государственного образца. Их номера заносятся в государственную базу ФРДО. Это официальный юридически значимый документ, который является дополнением к вашему диплому колледжа или вуза. Наш документ добавляет к вашему текущему диплому новую профессию. Документы, которые мы вам выдаем, это максимум, который только может быть по дополнительным профессиональным программам. Наши документы доказывают работодателю, что вы прошли обучение. И для получения этих документов в конце обучения вам будет необходимо пройти итоговое тестирование. Так, Артем также еще уточняет, на какую минимальную зарплату можно рассчитывать с такими знаниями, дипломом и удостоверением, которые человек получит после прохождения курса. От 100 тысяч рублей. Начиная с такой суммы можно рассчитывать. Так, отдельно Заринка пишет отличный ведущий. Спасибо вам огромное, это очень приятно. И Артем тоже подтвердил Вася его, друзья. Прям греете душу, греете. Очень приятно. Так, Азамат еще уточняет, дополню вопрос. Интересует аутентификация, авторизация пользователей на Ethernet и Wi-Fi через не винтовые серверы. Рассматриваю Linux плюс Free Radius. В курсе рассматриваются аутентификация, авторизация на примере Windows сервера. Дополнительные, вы можете пройти наш курс по Linux, и тогда вы без труда сможете вместо Windows сервер использовать Linux. Скажем просто, вместо одного сервера вы используете другой. И все, проблема решена. Все великолепно. Так, вот, да, Скорпик уточняет, договор на облучение заключается ли для предоставления на налоговый вычет? Да, возможно заключение договора. По умолчанию покупка курса осуществляется на основании договора офферты, который размещен в конце сайта. Однако, по вашему запросу мы можем заключить с вами личный договор. Обращайтесь на почту, сейчас мы напишем в чате на YouTube, да, сейчас будет вся нужная информация. Либо в онлайн-чат на сайте, там вам все подскажут. Дерослав рассказывает, что учусь уже у вас и жду ПК для прохождения второй части. Скоро продолжу параллельно изучая микротик. В принципе, стал понимать многие вещи, но и нужно помимо курса учиться и погружаться в инфополе. Ну, самообразование, да, оно, конечно, никогда не бывает лишним. Но база, 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 она получается здесь, друзья, здесь, на профессионально подготовленном курсе. Так, в принципе, я смотрю, друзья, что вопросы закончились, все необходимое было уточнено, было рассказано. Это хорошо, что мы смогли дать вам нужные ответы. На этом же, друзья, буду с вами прощаться. И напоминаю, друзья, что курс сетевой инженер, да, вы можете приобрести по ссылке в чате. Спасибо вам, что вы уделили время на данный вебинар. Мы постарались как можно кратко и информативно рассказать о том, что будет происходить на обучении, о том, что это такое, о том, почему это важно. Ну и, в принципе, да, призываем всех обратить свое внимание на профессию сетевой инженер. На этом же с вами прощаемся. Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!